дорогие мои всем привет у нас сегодня с вами рубрика распустили дуни косы и сегодня я вам покажу как цветут орхидеи вот в этом нижнем уровне это сумасшествие какое-то это бомбическое цветение я конечно панафотала их с таким большим удовольствием все это делаю создаю очень красивые альбомы ежедневного ежегодного ежемесячного цветения своих растений уже не помещаются ни в какие жесткие диски вся эта орха коллекция моя ну что поделаешь делаю очень красивые фотографии с большим удовольствием потом создаю орха альбом давайте сейчас расскажу что происходит но наверное по первым кадрам начала видео вы наверное все там сделали или а я сама балдею посмотрите что делает какая красота боже мой это бесконечная история красивых орхидей они у меня куколки такие трудяшки трое такие трудолюбивые невероятно цветоголички какие-то они у меня вот реально смотрите как красиво это все смотрится цветоносик немножечко я приподняла начался распуск вот у этой красавицы название мне ее писали но стала проверять о какой-то сошел цветок стала проверять и поняла что нет название не то очень сильно орхидея похоже но нет вот этого белого центра красивого белого центра как распахнутых крылышек на боковых лепестках и поэтому в очередной раз обращаюсь к вам с просьбой кто знает я имею ввиду вот эту орхидею напишите если кому-то известно название я с удовольствием подпишу потому что дальше по цепочке люди ищут такие орхидеи по названиям и пытаются приобрести в коллекцию то что это орхидея является невероятно красивым фаленопсисом это правда она крупноцвет постоянно цвет замечательное растение после скидывания магазинных корней она в магазине корни потеряла я купила ее долго на там стояла одна одиночка забрала думаю ладно спасу и она потом так отблагодарила такими цветами одарила но тут что сказать спасибо мне и спасибо потом ей цветут очень красивые цветоносы вот смотрите видите какой каскадик такой прям замечательный правда цветы поспрятал туда немножко ну вот как есть показываю вам еще есть четыре бутона которые тоже будет распускать и одновременно у него цветет вот он тоже очень богатый спряк вот ё-моё вот как это расплести вот как это вам показать я не знаю вот он вот он еще один цветонос тоже очень многоцветковый вот он отсюда выходит смотрите какой красивый орхидея бесконечно хороша я ее обожаю купила давно давно лет пять назад и вот она у меня тоже такая трудяжечка такая умничка красавица не сильно крупный цветок размер где-то семь с половиной восемь сантиметров но то как она способна цвести она заменяет своими многочисленными цветами все какие-то даже крупноцветы других растений которые цветут не обильными цветоносами очень красивая хочу ее если получится если получится не попереломать тут все очень хочу разобрать это место не знаю как быть почему но вы видите да вот как это выплести вот этот цветонос вот он здесь и 2 вот здесь это разветвленный цветонос видите вот такая удочка один здесь цветет а второй вот он сюда ушел цвести и вот как их расплести потому что здесь начался плотный распуск орхидеи а-ля сакура давайте я вам покажу ее цветонос вот смотрите один цветоносик вот это два цветоносик это 3 цветоносик аля сакурки это это 4 цветоносик ой убежал туда не знаю как показать это 5 цветоносик подождите было 7 сейчас будем искать а вот это распускается 6 цветоносик и посмотрите какая удочка сейчас мы с вами пройдем 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 сюда 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 и вот он посмотрите что делает посмотрите что делает это 7 цветонос в этот раз моя аля сакура цветет семью цветоносами от монстрится от удивлять умеет Какая же она крутая и какая она классная. Видите, какую удочку дала. Самое интересное, что этот цветонос, вот он идет. Он здесь разветвелился два раза. Вот здесь были многочисленные летние цветы на нем. И потом, когда она их сбросила, эти летние цветы, она дала как бы с края цветоноса продолжение цветоноса, но не в виде бутонов, а в виде прирастания нового цветоноса. И вот так вот она на конце распустила свои классные цветочки. Смотрите, как она красива. Когда свет освещает цветонос с одной стороны, а здесь вот как раз на этот цветонос свет попадает только из окна. И получается, что все цветы повернулись к свету. Очень красиво. Ну, а вот здесь, вы сами можете видеть, что здесь они и к свету отвернулись туда, к лампе, и сюда они повернулись к окошку. Ну, то есть, вот кто во что гораст. И так получается, потому что нет одного такого векторного освещения. То есть, с одной стороны. Когда освещается орхидея со всех сторон, она во все стороны будет свои бутоны раскоряшивать. Ну, вот как-то так, как получается. И то я рада, я очень рада, что у меня получается все-таки обеспечить растениям необходимую подсветку. И они, конечно же, еще и как такой определенный фактор, очень значимый для растений, как свет, у меня получается обеспечить им необходимый вот этот спектральный свет по разбивке вот этих максимальных пиков красный-синий и добавлению некоторых других не очень требуемых на максимальном пике цветов. Это желтый, он может быть ниже, чем красный-синий, даже в два раза, может даже в три раза пик меньше, чем красный-синий. А зеленого может вообще не быть, или быть его совсем чуть-чуть. Вот, основные диоды в подсветке растений фитоламп используются. Это красный-синий на максимуме, и, конечно, потом желтый пониже, и зеленый может быть, а может не быть. Вот, посмотрите, какая красота сумасшедшая. Я не могу. Так, ладно. Я вам, как надо, кстати, цветоносик вот так немножечко приподнять, и вот это вот, вот это вот облако, сумасшедшее облако красивых цветов будет смотреться более так гармонично, да, когда все-все цветоносики будут собраны и располагаться рядом. Один, другой подчеркиваем. Так, и Тереза вообще с ума сдурела. Какая же она прикольная. Посмотрите, что делает. Эту Терезу вы не поверите. Мы вместе с вами летом-то омолаживали. Она кайфанула просто отсюда, от удовольствия. И сейчас вы посмотрите, как она красиво цветет. Цветов очень много. Они тоже спрятаны там. Там, там, за облаками цветов фаленопсисов. Вот, там много-много цветочков на цветоносе Марии Терезы. Давайте, что-то с другой стороны покажу. Не знаю, насколько это получится, потому что тут вот в камеру лезет, сами знаете, это Амадора. Есть орхидея Амадоро. Это нет, не она. У меня Амадора. А та, которая очень сильно похожа на орхидею, божья коровка. Вот он, вот он. Цветонос, кстати, в этот раз Мария Тереза. Вы посмотрите, сколько она немножко мутированных цветочков дала. Что я имею в виду? Вот, видите, как бы такие прожилки-защипчики. Видите? Вот он, вон он. С такими очень акцентированными лучиками. Вот она, видите? Омолаживала, хоть бы что ей. Я ее, кстати, омолаживала во время формирования одного из цветоносиков. Он, правда, уже цвел, но она им цвела мощно, объемно. И так удивительно, удивительно. Казалось бы, неужели я омолаживала эту орхидею накануне? Спустя месяц-полтора она зацвела и дала новый цветонос, вот этот. Она сразу после пересадки стала формировать новый цветонос, растить. Очень большая орхидея, посажена. Сейчас покажу, куда. Если смогу. Вот она, вот она сидит. Это горшок дуня или виноградинки. Очень ей понравилось. Она прям-таки кайфанула. Омоложение растений, когда делаете, не забудьте подсушить место среза. На это нужно потратить несколько часов, а лучше ночь. Чем лучше вы подсушите внизу орхидею, в месте среза, тем гарантированнее вы получите результат. Инфекция не попадет внутрь ствола. На это бесконечное облако можно смотреть сутками. Что, собственно, я и делаю. У меня, когда сюда муж зашел, говорит, боже, что ты с ними делаешь? Я говорю, а что я с ними делаю? Он говорит, вот в том ты и делаешь, что я не понимаю, что ты с ними делаешь, что они так у тебя цветут. Я говорю, ну не знаю, люблю их очень. Он говорит, я вижу. Ой, красотища. Здесь тоже вот какая-то мутация такая вышла, цветочка. Короче, так. Сейчас мои мужчины, конечно, когда сюда частенько ныряют, я это дело запримечиваю, но тихонько-тихонько отдаляюсь и даю им возможность полюбоваться этой красотой без меня. Потому что они смотрят, вдохновляются и вдохновленные отправляются на свои трудовые подвиги. Красота. Прямо хочется, знаете, подержать видеокамеру и помолчать. Очень жалко, что сейчас вот, посмотрите, основная масса, это вот эта красавица с двумя цветоносами, да? Два цветоноса. Мария Тереза. В начале распуска вот эта. А, кстати, там у нее еще один цветонос возревает, вот у этой красавицы моей крупноцветковой. А остальная красота, она вот здесь сверху. Вот она вся. Вот она, вот она, вот она, вот она. И еще сюда убежавшая. Вот она, вот, очень мне сегодня прям вот захотелось показать вам именно эти орхидеи. На Амадора у меня получается вот распускается цветонос. А, он уже распустился здесь. Тоже цветы так себе, в разные стороны. Но вот она у меня, когда стояла на лоджии в спальне, эта орхидея, она у меня один раз цвела пятью цветоносами, второй раз семью цветоносами. Этот раз после пересадки, вот у нее вызрело три цветоноса. Вот сейчас один, вы видите, вот два бутона на боковой почке укороченного цветоноса. И сейчас вот она формирует абсолютно новый цветонос этого высокого сезона цветения. Вот, Амадора тоже будет красиво цвести. Она всегда красиво цветет. Она цветет пышно, феерично, восхитительно, очень праздничная орхидейка. И, конечно, вот эта нежность, которая здесь у меня растет, располагается, она вот как такой яркий фейерверк Амадора, да, над вот этими нежными красавицами моими. Ну, сформирует цветонос, распустится, я потом обязательно вам все это дело сниму и покажу. Ну, а вот так они смотрятся без всяких подсветок. Просто был включен индивидуальный свет, чтобы показать вам все тонкости цветочков. А вот так, там лампу выключила боковую и на телефоне отключила все, что было включено. Вот, видите, какая она фактурная, какая она красивая. И вот там она же. Очень много в этот раз у нее ее цветов, бутонов. Это вид с другого ракурса. Как тут все просматривается, покажу вам, когда мы сюда заходим. Там, конечно, у меня тоже фантастика происходит. Но об этом я вам сниму обязательно в следующих видео. Все разом показать просто нереально. Видите, разлегся. И лежит себе. Легата с ума сошла. Как она цветет в этот раз. Божественная красавица. Амадору мы с вами пересадили в автополив. Горшок. Очень хорошо развивается. Но сегодня показ на этом, наверное, я закончу. Чуть-чуть еще. Посмотрите. Сегодня вот от этого места просто оторваться невозможно. Потому что это красиво. Потому что это настолько пышно и красиво, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Желаю я вам, девчонки, мужчины, здоровья, благополучия. Конечно, мои растения ждут от вас одобрения. Реакцию на все увиденное. Если не жалко, активируйте для них кнопочку «Нравится». Они вашу энергетику тоже будут чувствовать. Спасибо вам от них большое. Всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok